Заработать на интернет-покупках в Китае очень просто. Кэшбэк-сервис Letyshops.ru. Более 740 интернет-магазинов и удобный интерфейс. Заходи по ссылке в описании и начинай зарабатывать с китайских покупок уже сейчас. Всем привет! Недавно я делал обзор на LeEco Le2. Очень прикольный смартфон вышел. И вот сегодня на распаковке у меня находится LeEco Le2 с приставочкой PRO. Это прокачанная версия LeEco Le2. Действительно, смартфон очень интересный за свои деньги. На данный момент он стоит около 240 долларов. Возможно, есть некоторые магазины, в которых можно еще дешевле найти данный смартфон. Плюс не забывайте про кэшбэк. Так что за эти деньги я считаю смартфон очень интересный. Заказывал я его обычной почтой в магазине Eternal Team. Давно-давно у них уже ничего не заказывал. Тут решился. Думаю, была-не была. Магазин многим нравится. Многим не нравится. Не знаю, мне нормал. В принципе, на Алиэкспрессе действует гарантия защиты покупателя. Поэтому, в общем-то, вы можете покупать в любом магазине. Это не имеет такого большого значения. Алиэкспресс защищает все ваши платежи, как только это можно сделать. Так, все, как я и просил продавца. Все запечатано в заводскую упаковку. Единственное, чего нету, это пленочки. Но здесь есть такие как-то наклейки, короче, которые свидетельствуют о том, чтобы ни магазин, ни продавец не вскрывали заводскую упаковку. Та-дам! Магазин не положил ничего в подарок. Обычно китайцы ложат, кладут в свои посылки что-нибудь хотя бы. А нет, положили, поклали. Переходничок на наши розетки. И все, в общем-то. Больше ничего нету, да? Да, остальное все стандартная комплектация. В комплекте инструкция полностью на китайском языке. Фирменная скрепка с логотипом LeEco. Непосредственно сам смартфон в прорезиненном чехле. Если LeEco Le2 поставлялся в таком чехле с пупырочкой, то здесь просто бампер резиновый без пупырочки. Двухсторонний шнур для зарядки и синхронизации с компьютером. То есть USB Type-C на этой стороне. И другую сторону этого шнура вы тоже можете в зарядное устройство в любой стороной воткнуть. Или в компьютер. И непосредственно сам блок зарядного устройства с выходом 3,6 или 8 вольт 3 ампера, либо 12 вольт 2 ампера. То есть к другим смартфонам желательно данный зарядник не подключать, потому что вы можете данным зарядником что-нибудь другое спалить нахрен просто. И ставший традиционным для LeEco, отсутствие 3,5-мм разъема для подключения наушников компенсирует вот таким вот шнурочком специальным. То есть одну сторону шнурочка вы втыкаете в смартфон, а с другой стороны имеете выход 3,5, куда и втыкаете сами наушники. Мне лично не показалось это удобным в LeEco Le 2. Но вот когда iPhone выйдет без 3,5-мм разъема, тогда все, конечно же, и будут нахваливать, какие же инновации Apple привносит в нашу жизнь. Продавец какашка. Он обманул меня. Я написал ему, пожалуйста, не прошивайте смартфон. Ничего не нужно дополнительно делать, устанавливать и кастомизировать. Но продавец меня не послушался. Как только я включаю смартфон, смартфон мне пишет, что ваш девайс был разблокирован, и это может повлиять на его работу. Но на самом деле это на работу, конечно же, никак не влияет. Однако то, что продавец все равно залез в прошивку и ее разблокировал, скорее всего, поставил кастом, в котором есть другие языки. Да, мультиязычная прошивка стоит от продавца. Я не хотел мультиязык, но он это сделал. Прошивка переведена на русский язык продавцом. Имеются левые сервисы, UC Browser, CM Security, Clean Master и всякое такое. Соответственно, я буду все это говно перешивать заново. Внешне смартфон совершенно ничем не отличается от LeEco Le 2. Точно такой же розовый, но, как мне кажется, камера еще больше выступает. К сожалению, LeEco Le 2 пришлось отдать моей тете, потому что она в него влюбилась полностью. Поэтому я не могу сравнить его с LeEco Le 2. Однако я могу сравнить его с другим смартфоном. Это Meizu Pro 6. Почему именно с ним? Потому что у них совершенно одинаковые технические характеристики почти. И совершенно разные ценники. Если говорить о железной части, то у обоих смартфонов установлен Mediatek Helio X25. Это турбированный 10-ядерный процессор от Mediatek. 4 гигабайта оперативной памяти типа LPDDR3. И 32 гигабайта встроенного накопителя типа EMMC 5.1. У обоих имеется USB Type-C. Камеры по 21 мегапиксель основные. И фронталки по 8 мегапикселей. Разрешение дисплеев у обоих Full HD. Но если у LeEco Le 2 Pro 5.5-дюймовый экран, то у Meizu Pro 6 5.2 дюйма. По дизайну, конечно, у них ничего общего нет. Сборка у Le 2 Pro полный монолит. Но у Meizu Pro 6 есть одна неоспоримая фишка. Это его 3D-пресс. То есть его экран распознает силу нажатия. Но фича довольно странная. Лично я не смог ее найти в лучшем применении, кроме браузинга. И, в общем-то, я не пользуюсь ей каждый день. А вот у LeEco Le 2 по сравнению с Meizu Pro 6 есть более адекватное преимущество. Это его аккумуляторная батарея на 3000 мАч. Если у Pro 6 ее объем составляет всего 2560, то здесь 3000 мАч. Плюс поддерживается быстрая зарядка. Ну, вот такой вот LeEco Le 2. Корпус Le 2 Pro выполнен полностью из металла. Металлические вставки сверху и снизу представляют из себя выводы для антенн. На передней стороне 5,5-дюймовый экран, огромные черные рамки. Обязательно напишите в комментариях, какие они огромные и как вы их боитесь. Снизу под экраном навигационные клавиши домой-меню назад, действия которых можно настроить. На длительное удержание, например, сделать запуск фонарика, там, или закрытие приложения, или еще что-нибудь такое. Управляет всем этим железным добром Android 6.0 с собственной операционной системой EU5.6, которая не умеет обновляться по воздуху, потому что продавец накатал сюда кастомную прошивку. Над экраном фронтальная камера, разговорный динамик и датчики. Есть также индикатор событий. Справа качели регулировки громкости и кнопка включения-выключения от блокировки. Слева сдвоенный лоток для двух нано-сим-карт. Обе симки поддерживают FDD LTE, то есть LTE будет ловить в широком диапазоне. Можете покупать и не париться, интернет будет у вас ловить с вероятностью 99,9%. Тест видеозаписи, смартфон LeEco LED 2 Pro, разрешение видео Full HD. Что здесь можно показать? Тоже можно в окошко удлинуть. Да, rolling shutter прям злой. И тест записи на фронтальную камеру LeEco LED 2 Pro. Разрешение для видео вроде бы Full HD, но точнее смотрите в описании под видео. Что пока можно сказать про смартфон? Охренительный. Честно сказать, за 240 баксов я не ожидал такого. Я думал, что будет точно так же, как и LeE 2. Просто, без приставочки Pro. Ну, по факту так оно и есть, конечно, но улучшили камеру. Серьезно прям над ней поработали. При том, что это стоит кривая прошивка. Я думаю, что на официальной прошивке последнего образца будет еще лучше. Не греется, так как LeE 2. Я только что 4K видео ходил, поснимал. Так, туда-сюда и Full HD поснимал. Так что за 240 долларов я считаю, это чуть ли не идеальным вариантом. Прям вообще. Если, например, сравнивать с тем же Pro 6, камеры, я считаю, снимают примерно одинаково. У Pro 6, как мне кажется, получше будет эргономика. Поинтереснее будет его держать в руках и все вот это вот. И вообще внешний вид у Pro 6 гораздо интереснее, чем у LeE 2 Pro. Но LeE 2 Pro выигрывает автономностью, по крайней мере, с заявленной аккумуляторной батареей и ценой. Почти в два раза он дешевле при тех же технических характеристиках, чем Pro 6. Я считаю, это заявка на не то, что конкуренцию. Это прям заявка на лидерство на рынке. Так что в полном обзоре посмотрим, на что способен LeE 2 Pro, как он будет себя проявлять в играх, в троттлинге, в нагреве и в автономности, конечно же. Прошью на нормальную прошивку и посмотрим уже, как снимает его основная камера. И в полном обзоре обо всем этом я же, конечно же, вам всем же расскажу. А пока подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное. Заглядывайте в группу ВКонтакте и заглядывайте на второй канал, который ведет моя жена с обзорами игр и различных Android новостей. И пользуйтесь кэшбэк-сервисом Letyshops.ru, чтобы еще больше экономить на своих онлайн-покупках. Всем спасибо за внимание, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok